Открытый чемпионат Республики Беларусь по академической гребле среди молодежи до 23 лет стартовал в городе Надбогом. В борьбу за места на пьедестале включились почти две сотни участников из всех областей республики, а также команда гостей из Российской Федерации. И точкой сбора стал Брестский гребной канал, который по праву носит звание одной из лучших площадок страны. За время своего существования он принял множество состязаний, в том числе международного уровня. Соревнование «Открытое первенство Республики Беларусь» среди молодежи, оно проводится ежегодно. Чаще всего это главный старт для определения кандидатов на чемпионат мира, на международные старты. Но так как у нас сейчас немножко ситуация, что нас допускают только в мелких классах лодок, а мы проводим его как вообще просто главный старт среди этого возраста, где наши спортсмены гоняются и соперничают вместе с россиянами. Российская команда приехала в полном составе, это порядка 36 человек. Наша команда представлена со всех областей города Республики Беларусь и город Минск. Где-то порядка, я думаю, 120-130 участников. Академическая гребля – один из самых сложных видов спорта. Кроме большой физической нагрузки на весь организм гребца, спортсмену приходится учитывать и погодные условия. Несколько лет упорного труда на изнурительных тренировках предшествовали выходу на стартовую позицию большой воды гребного канала, где каждый участник смог показать свою технику, выдержку, подготовку и, конечно же, стремление к победе. На первой воде идет Брестского области Бурцов, вторая вода – Василий, город Минск, третья вода – сборный экипаж Гомельская и Брестская области Иванчиков и четвертая вода. Вид спорта, несомненно, я считаю, очень сложным, но точно так же он очень интересный, как по мне занимаюсь. Я уже ни много ни мало, наверное, лет 6-7 уже перестал считать, если честно. Да и смысл. Ну, как я вообще начал заниматься? Просто в моменте, когда был еще пацаном маленьким, надо было как-то найти какую-то сферу, где ты можешь помимо учебы себя раскрывать. И вот так вот просто выбор пал на водные виды спорта, на шару, можно сказать, даже. И пошел в греблю, и все. Выжму из себя максимум, который только можно выжать на последних уже соревнованиях, что же лет-то? А так, в прошлом году выступал, был первый на чемпионате России в восьмерке, на большой московской регате еще в этом году взяли первое место в четверке распашной. Ну, а так все, в принципе. Когда еще юниором был на чемпионат мира в восьмерке ездил, в финал попали, а так все. Кто-то решил заниматься данным видом спорта случайно. За кого-то выбор сделали родители. А вот участник из команды России Александр Слюсар еще с детства понял, что хочет продолжать семейную династию. Потому делом всей его жизни стала гребля. Сегодня юноша понимает, что такой выбор был верным. Ведь сегодня Александр вкладывает все силы, чтобы быть первым. Со стороны, конечно, кажется, что это красиво, легко, просто идешь, попадаешь. А на деле это очень высококоординационный вид спорта, и надо уметь их крести. На высоком уровне уже все решает физическая подготовка. А чем более низшего класса спортсмен, тем больше решает техника. То есть, если ты без подбоев идешь, более красиво, монолитно, то ты будешь первый. Эти соревнования мне нужны, чтобы показать свой личный высокий результат, поддерживать дружественные отношения с белорусскими спортсменами. Ну и, в принципе, для, наверное, количества соревнований тоже, чтобы отгоняться. Кто же все-таки станет номером один, станет известно завтра. Однако каждый спортсмен для себя уже победитель. Ведь, чтобы заниматься академической греблей, нужна не только физическая подготовка, но и терпение и упорство, чтобы из соревнований в соревнования показывать достойные результаты.